Добрый день! Что кризис на Украине как минимум остановлен. Он не остановлен. Просто в рейтинге бед Украины кризис занимает всего лишь четвертое место. После Ющенко, Януковича и, собственно, Тимошенко. Авианосец Джордж Буш передан в МС США, сообщает Айфпи. А что? Очень хорошее название для корабля. Джордж Буш. Джордж Буш не тонет. Китайский изобретатель хочет подарить президенту США Бараку Обаме мухоловку собственной разработки, сообщает агентство Синьхуа. Тем самым он хочет подорвать репутацию Барака Обамы как человека, который и мухи не обидит. В начале июня весь мир облетели кадры, на которых Барак Обама во время телеинтервью одним ударом ладони разделался с беззащитной, хоть и назойливой мухой. Сегодня он разделался с назойливой мухой, а завтра он разделается с назойливой Северной Кореей. Выступая на торжествах по случаю очередной годовщины высадки союзников в Нормандии, Николай Сарказей прибег к новому способу визуально увеличить свой рост. Встал на специальную скамеечку высотой 6 дюймов, сообщает Daily Mail. Хитроумный план так бы и остался незамечен, если бы посреди его выступления не раздался дикий вопль уборщицы. Ты куда и на лавку залез с ногами? Сейчас как дам трапкой. Из Национального архива США пропал жесткий диск с секретными данными, сообщает Associated Press. Когда к Брюсу Уиллису обратились с просьбой найти диск, он послал всех в *** и объяснил, что он просто актер. Президент Литвы Даля Грибовскайте отказалась от половины зарплаты, полагающейся ей как главе страны. Она отказалась в пользу государственной казны, сообщает Интерфакс. Зарплата президента Литвы составляет более 6000 евро. Таким образом, она будет зарабатывать 3000 евро каждый месяц. У меня только два объяснения ее поступку. Либо она действительно патриотка до мозга костей, либо у нее муж работает на местном мясокомбинате. Как заявила Грибовскайте, ей вполне будет хватать половины зарплаты и ежемесячного выходного пособия, полагающегося ей как бывшему комиссару Европейской комиссии по бюджету и финансовому планированию. Сумма пособия после уплаты всех налогов составляет без малого 8000 евро. Если она говорит, что будет хватать, значит будет хватать. И даже если ей не будет хватать средств, в конце концов, это же президент. Ей же никто не даст умереть с головы. Проходное пособие выплачивается в течение трех лет всем комиссарам Евросоюза, покинувшим пост. В случае, если их зарплата на новом посту меньше прежней более чем в два раза. При этом сумма пособия составляет половину бывшей зарплаты комиссара. Деньги поступают из общего бюджета Евросоюза. Ага, значит получается, что это продуманный шаг. Она отказалась от половины президентской зарплаты, чтобы не потерять пособие еврокомиссара. Так бы она получала только 6000 евро, а будет получать 11. Видимо, годы, проведенные на должности комиссара, по финансовому планированию не прошли зря. Пресс-служба администрации президента Грузии опровергла информацию об инциденте, якобы произошедшем с главой государства в воскресенье. В местной газете появилась статья о том, что в Михаила Саакашвили бросили ботинок. Однако сотрудник пресс-службы заявил РИА Новости, что он лично присутствовал при интервью, и ничего подобного не произошло. Да, врать не буду. Пару раз в грудь с сандалиями попали. Но вот чтобы ботинком этого не было, заявил сотрудник пресс-службы. Журналистов при этом немного смутило, что сотрудник пресс-службы президента делал это заявление в одном ботинке. Ранее в различных изданиях со ссылкой на грузинскую газету Алиа появилась информация о том, что неизвестный мужчина бросил в Саакашвили ботинок, когда Саакашвили давал интервью в селении Ганмухури, расположенном вблизи административной границы с Абхазией. Как удалось выяснить, это был просто пиар-ход грузинского президента, который решил быть похожим на Джорджа Буша во всем. Но, как выяснилось, у Михаила Саакашвили дела с координацией обстоят куда хуже, чем у Буша-бладшего. А у его личного охранника, который метал ботинок, с меткостью все в порядке. Поэтому рассечение от набойки и сам инцидент решено было занять. Газета, сообщившая об инциденте, также писала, что нападение было заснято на телекамеру. Но этот эпизод не вошел в телетрансляцию. Я не собираюсь замыливать этот фрагмент по всем каналам. Просто я серьезно целился выиграть видео-двойку. Сам себе режиссер. Позже заявил Михаил Саакашвили. Как стало известно порталу Лент.ру, российская Госдума отказалась утверждать символику военной авиации. По их мнению, летящие с крылышками это не концептуально. Президент Обама предоставит льготы гомосексуальным партнерам, служащих федерального правительства США, сообщает Ассошедед Пресс. Теперь в американских троллейбусах можно будет услышать такой разговор. Так, молодые люди оплачиваем за проезд. Я бесплатно, потому что я ветеран вьетнамской войны. Ну, а этот? А этот? Когда нет вопросов, проезжайте, пожалуйста. На обложке июльского номера британского военного журнала Soldier впервые появился военнослужащий, который является открытым гомосексуалистом. Об этом 28 июля пишет Daily Mail. А что? Нормально парень устроился, и деньги за работу получаешь, и после учений можно в душике мыло поронять. Да и воевать с такой армией будет, ой, как непросто. Будешь биться до последнего. К такой армии спиной не повернешься. 22-летний Джеймс Уортон служит в британской армии 6 лет. Он рассказал сослуживцам о своей ориентации сразу после завершения курса начальной военной подготовки. Только после этого о его ориентации узнали и его родители. Видимо, во время курса начальной военной подготовки он неосторожно отступал и напоролся на штык своего товарища. Мне страшно представить, что будет с британской армией, если этот парень дослужится до генерала. Актер из кинофильма «Гарри Поттер» стал в третий раз отцом в возрасте 68 лет. Видимо, его волшебная палочка еще не потеряла своих магических свойств. Это была программа «Ничего личного». И это единственная вещь на планете, которая ни на один процент не состоит из воды. Всего вам доброго. До свидания. Стоп, снято. Жара. Лето. Да уж. А ты плавать умеешь вообще? Умею. С детства. Когда-нибудь тонул? Никогда. Я так и знал. Ничего личного. Ничего. Ничего личного. Папа.